По данным Министерства транспорта Мурманской области, почти 80% автомобильных дорог региона требует серьезной реконструкции. При этом Печенский район на общем фоне выглядит более чем достойно. В районе уже сдан новый мост, через реку Печенга завершены ремонтные работы на участке Заполярный Борисоглебск. Автомобильная трасса Р-21 Кола – дорога федерального значения. По сути, это единственная транспортная магистраль, которая соединяет Санкт-Петербург с городами Северной Норвегии. На участках от 1511 до 1538 километров автодорога проходит близ населенных пунктов, входящих в состав Печенского района Мурманской области. По закону, ремонтные работы на этих участках должны производиться за счет средств муниципальных образований. Содержание дорог границ населенных пунктов у нас – это полномочия муниципалитетов поселений, но у нас произошла передача и в Никеле, и в Корзунова полномочия на районный уровень. В Корзунова в этом году практически полностью замену асфальтовое покрытие на всех дорогах, и в том числе придомовая территория. Состояние дорожного покрытия придомовых территорий уже давно вызывает много вопросов у населения Печенского района. Пожилые люди с трудом преодолевают ямы у подъездов, а младые мамы пробираются через буераки с колясками. Несмотря на то, что по жилищному кодексу обустройство придомовых территорий ложится на плечи жильцов и квартиросъемщиков, местные власти не собираются от этого устраняться. Придомовая территория, она относится к общему имуществу, то есть в принципе, если подходить формально, это забота жильцов, граждан. Ну естественно, мы не будем самоустраняться от этого, и посредством муниципальных телевых программ начнем, наверное, я думаю, что с следующего года потихонечку проводить их в порядок. Для того, чтобы привести в порядок все придомовые территории в Печенском районе, необходимы немалые средства. Администрация уже приобрела опыт в Корзунова, теперь на очереди Никель и Заполярный. Продолжение следует...